Друзья, всем привет! С вами на канале Твой Игровой сегодня Денис, Вова и Филипп, и мы поиграем в настольную игру Повелители Бездны. Повелители Бездны. Повелители Бездны. Если эта игра вас заинтересует, то ссылочку на неё вы найдёте в описании к этому видео. Настольные игры помогут интересно и увлекательно провести время с семьёй, не выходя из дома. Сейчас на сайте Hobby Games доступна услуга бесконтактной доставки. В этом случае курьер оставит заказ рядом с вашей дверью и дождётся, пока вы примете и посмотрите товар. Оставайтесь дома, не поддавайтесь панике, берегите себя и близких. Не болейте. Итак, Повелители Бездны. Эта игра, кстати, от Бруно Катала и Шарля Шевалье. Она входит в сеттинг в мир игр Abyss. Есть Бездна? Abyss. Abyss, извиняюсь, да. Вот. Это такое, скажем, ответвление. То есть, та игра, кстати, не локализована. Локализовали сперва эту, не знаю, может быть, локализуют и ту. Ну, это представляет из себя такой небольшой филлер на составление сета, комбинации. Вообще мы в подводном вот этом вот царстве-государстве, там подводный мир целый со своей историей. Но мы будем в Сенате вот этом подводном заручаться поддержкой лордов, составлять свои альянсы лордов с целью, чтобы получить там наибольшее влияние и в итоге победить. Как проходит игра и за что в ней начисляются очки? Значит, обратите внимание, что у нас здесь есть вот эта вот, собственно, колода лордов. Это у нас колода морских владений, земель. Одна карта из нее случайно уже открыта. И есть счетчик жемчужин. Как проходит игра? Всего ты можешь сделать следующее. Ты берешь либо три верхние карты отсюда, но сейчас у нас открытых здесь карт нет. Вот, я беру три верхние карты, обязательно три. Из них выбираю у себя одного лорда и размещаю у себя, как это называется? Во владениях. Во владениях, да. Остальных лордов, которых я не взял, я помещаю в стопки сброса. Причем каждого лорда, вот я сейчас все просто покажу, как бы расскажу. Всего их пять видов и, соответственно, если я беру и лишние у меня вот одного вида, я их вот так вот компоную. Причем, чтобы было видно количество очков, сколько приносит этот лорд и его свойства. То есть вот, вот важная информация на картах вот здесь. Вот так вот мы их компонуем. Соответственно, в следующий ход, вот, например, я там походил, короче, что-то сделал, свойства лорда применил, ход Дениса, он уже может сделать следующее. Он может либо взять одну стопку отсюда и всех лордов разместить у себя. Либо он также может взять отсюда три верхние карты, ну, если его здесь не устраивает что-то, выбрать из них одну и также он поместит остальных лордов вот сюда. Значит, за что начисляются очки? Во-первых, за лорда с максимальным количеством в каждом типе ты получишь очки. Вот, например, я выложил первого зеленого лорда, я сразу на него помещаю вот эту вот штучку, соответствующую его фракции. Если я другого лорда помещаю, у которого вот это значение выше, я вот этот герб перемещаю на него. Максимум шесть. Самый крутой это шестой. В конце игры за каждого цвет принесет очки только лорд с максимальным значением. То есть, если ты шестерку поместил, все, ты за этот цвет шесть очков зарабатываешь. Игра у нас, то есть, мы лордов помещаем вот в такую пирамиду. Сначала у нас размещается пять, всегда слева направо и сверху вниз. Потом вот так размещаем. Ну, к примеру, я сейчас покажу просто, чтобы вы все понимали. Выкладывается вот так, вот так, как там видно. Обалдеть, как у каждого мы это все. Ну, сейчас, да. Надо будет постараться. Мы будем как-нибудь друг на друга. Вот так. Ну, поплотнее, естественно, будем выкладывать, чтобы место на столе экономить. Да. Значит, вот так. Как только кто-то из игроков выкладывает последнего, то у каждого игрока есть по одному ходу, после чего мы считаем очки. Ну, как я уже говорил, вот у меня, например, синий лорд один. Фиолетовых у меня максимум четверочка. Лучше х. Это у нас этот. И краби. Краби. Шестерка. Шестерка. Вот, то есть я сложил 4, плюс 4, плюс 6, плюс 6. Это первый параметр, за что выдаются очки. Дальше. Есть у нас еще земли, которые мы будем брать. За них очки также начисляются. Как их брать, чуть позже расскажу. Ну, давай сразу откроем, чтобы ничего не забыть. Вот, конец игры. То есть сначала за каждого лорда максимально, а потом подводные владения, считаем очки. Коалиции. Вот, коалиции это лорды одного цвета, которые стоят вместе. То есть у меня коалиция вот желтая. За максимальную коалицию, которая у тебя будет. То есть почему это коалиция? Потому что вот они, видишь, как бы вместе стоят. То есть вот соприкасаются с каждой. Вот так, вот так. Ищешь у себя максимальную. Вот фиолетовая у меня вот 2, 1, 1, 1. За максимальную очки, за каждого лорда в самой большой своей коалиции ты получишь по 3 очка влияния. 3 очка каждый лорд. То есть вот эта коалиция 12 очков. Жетон хранителя жемчуга. Вот у кого будет больше всего жемчужин, вот видишь, вот это свойство говорит о том, что ты когда этого лорда выкладываешь, если у тебя больше всего жемчуга, то ты вот это вот отмечаешь. То есть я выложил вот этого лорда, у меня появился один жемчуг, я продвинул жетон жемчуга. Выложил еще одного, еще положил. Тот, у кого больше всего жемчуга, в конце игры получит 5 победных очков за вот этот жетон. То есть вот сейчас у меня, например, 2 жемчужины. Вот Денис взял себе 2 жемчужины, тоже второго лорда выложил, вторую жемчужину, забрал себе этот жетон. Соответственно, если я свой ход делаю больше, отмечаю, этот жетон, то есть может гулять. Вот эта штука нужна только для того, чтобы определять, ну, победителя жемчуга. Сколько сейчас максимально... Сколько надо набрать, чтобы забрать этот жетон. Вот эта штука. Сам жемчуг в конце игры очков не приносит. Просто вот эта штука 5. Просто вот эта штука гуляет. Но если будет ничья по очкам, то побеждает тот, у кого больше жемчужин. Сам жемчуг очки не дает. Вот, это все, за что мы получаем очки. Теперь, по свойствам лордов. Давайте пробежимся быстренько. Про жемчуг понятно. Ключи. Вот смотри, у нас есть ключи. Вот двух типов. Есть серебряные, есть золотые. Мы их выкладываем. Вот у меня раз вышел лорд, потом вышел другой ключ. И вот у меня третий ключ. Вот видишь, у меня два ключа как бы совпало. То есть если бы я выложил вот так, то у меня бы было два ключа, и я могу взять либо любую одну землю, которая здесь выложена, либо могу взять до трех. Вот отсюда карты. Ну, потому что, в принципе, один взять, два. Причем ты можешь выбрать, сколько тебе взять. Можешь одну взять. Можешь две, а можешь три. И из них выбрать. Это для того, чтобы был меньше выбор у других игроков. Ну, понятно. То есть здесь не как с лордами, а на свой выбор до трех. Можешь взять одну. Если ты уверен, что там, ну, попадется тебе нужное. Вот ты взял эту землю, кладешь ее вот на этот ключик. Ну, это понятно. Четыре очка, и две жемчужины эта земля дает. И тем самым ты как бы отсекаешь. То есть если у меня вот так, например, да, выложено, вот этот ключ у меня отсекает все ключи, они уже не считаются для следующих. Потом вот у меня ключ появился, и вот ключ. И опять у меня появилась возможность взять землю. Суть в чем? Если ты достал три, вот ты решил взять три, ты все равно выбираешь одну, а эти две помещаешь вот сюда, и они доступны для выбора другим игрокам. Дальше, какие есть свойства лордов? По ключам, по жемчужинам понятно. Едем дальше. Вот этот лорд, что дает? Шестерки. Они все здесь описаны. Вот свойства лордов. А, есть лорды с нулем. Давайте по порядку тогда. С нулем у нас... Нету. У меня нету, но в игре они есть. Точно. Вот он дал лорд с нулем. Добавив этого лорда к вашему альянсу, вы можете поменять местами двух любых лордов, включая этого. То есть я вот так вот его добавил. Он просто делает коалиции. Просто коалиции. Для коалиции. Лорды с нулем. Лорды с одним очком влияние, это серебряный ключ. С двумя очками золотой ключ. С тремя очками две жемчужины. С четырьмя очками одна жемчужина. И с шестью. С пятью нету, получается. Да, шестью. Добавив этого лорда к вашему альянсу, вы должны взять верхнюю карту из колоды лордов и положить ее в стопку сброса соответствующего цвета. То есть это тебе не помогает, но это как бы много очков. Да, это помогает, понятно. Ну, ты, да, добавляешь как бы одного. Крутой лорд, но ты другим помогаешь. В подводных владениях все примерно то же самое. Единственное, что у них есть вот такие штуки. По одному очку в конце игры, то есть если ты будешь этим владением распоряжаться, то по одному очку за каждые две жемчужины. Например. По одному очку за каждый ключ. За каждого лорда с серебряным ключом и по два очка за каждого лорда с золотом. Это что есть во владении. Ну, тут все описание вот свойств владений мы сейчас зачитывать не будем. Да, когда, если будут вопросы, взял, почитал. Вот, тут важно как бы все правила наперед важно знать. Обычно мы рассказываем правила в процессе партии, но здесь лучше знать правила заранее. Они не такие уж большие, сложные. По поводу вот этих, тут действительно очень много разных свойств. Это вот там взял, посмотрел. Ну, они все в открытую в любом случае, так что когда земля будет появляться... Не, ну, когда ты три берешь, выбираешь. А, ну да, да, да. А, ну, в любом случае ты три выложил в открытую. Я думаю, что там достаточно доступная реклитарь, да. Ну, если что-то непонятно, то... Так, это мы сейчас все в процессе. Да? Так, все, погнали. Давай, я первый игрок. Давай. Одну открыли. О, пять очков и одну жемчужину. Ой, вот сытная земля. Так, берем три. Очень сытная, да. Ну, я вот это уберу. Ну, давайте начнем сразу вот так, с козырей. Хорош. И добавим. И сюда еще. И сюда одну карту до верхней. Так, оп. Так, что тут у нас? Вот пять стопок сброса у нас будет. Ключ, две жемчужинки. Еще две жемчужинки. Синий или желтого. Давай, желтого. Желтого. У меня две жемчужины. Да, уфиг, дайди. Да, возьми. Ну, это какой-то ключ. Это просто ключ. Не, просто крабик. А, ага. Так, синие мне не нужны, поэтому я буду брать три отсюда. О, слушай, ну хорошо. Хорошо, я прям забираю по шестеркам пошел. Ага, хороший. Ключ и этот самый. Ну и три, еще одного. Еще одного открою. Еще одного. Синий вот сюда. Синий вот сюда. Жемчужин. Так, жемчужин. Ну, мне, естественно, надо делать коалицию, поэтому я сделаю вот так. Ну, я возьму тогда два. Теперь у меня четыре жемчужины. Ну, я возьму так. Ну, по жемчугу тебе уже сложно обогнать. Так, беру три. Ага. Угу. Или пожемчугу попробовать. Четыре. У тебя сколько жемчугу? Три, да? Не, ну, по жемчугу с вами тягаться. Давайте пойдем по владениям. Один выложил серебряный ключ. И сюда. Денис. Это золотой или серебряный? А, серебряный. Серебряный. Это тоже ложе серебряный. На двойке серебряный. На двойке золотой, на единичке серебряный. Я возьму вот этого чипа. У меня второй желтый ключ. Угу. Паспарту. Сколько у нас ключей? Два. Я возьму вот так. Долго не думая. Плюс жемчуг. Плюс жемчуг. Теперь у меня пять жемчужин. Пять очков. Это сытно. Вова, делай красиво. Начинай выигрывать. Угу. Ага. А что ты делаешь? А я два ключа. А, ну ты говори. У меня два ключа. Два золотых поймал, да. А вот мне теперь нужен этот... Подсказка? Ну, давай, открывай. Вот. Одно макс что-то. На, смотри. То есть один плюс один какой-то дракон. Он приносит столько очков, сколько у тебя максимальный вот с клешнёй лорд. А один плюс один этот? Одно очко плюс по одному за каждого фракт. За каждую фракцию. В конце этой фракции приносит один и дополнительный фракт. Нет, вот. Вот, один плюс один. Да. И дополнительный один за каждого лорда указан в вашем альянсе. Этой фракции, да. Ага. Вот, вот. За зелененьких акций. Это мне нужен. Это мне такое нужно. Оставь мне его. А этот просто даёт тебе ещё раз. Максимальный ключ. За максимальную крешню. За максимальную крешню максимальную. Ну, у тебя ещё, может, ещё придёт. Нет, у меня вон шестёрка уже есть. С самого начала игры. А, у него есть-то, да. Это нужно ему, а это нужно тебе. Да, классно. Ладно, давай это. Ты учти, что тут не одна шестёрка в колонии. Да, не одна. Не, не, ну, да. Ну, тут можно привести. Шестёрка не одна. Так, что мне тут оставили? Что мне тут оставили? Фигню какую-то оставили. Бери вот это. Да нет, пожемчугу с тобой тягаться. Нет смысла. Ну, бери. Три берём. А здесь ещё видно? Да. Вот в этом углу. Да, ещё даже можешь поднимать сюда. Ну, нет. Вот так оставь. Вот так. Просто, чтобы я у тебя уже... Так, отлично. Опа. Оооо, чтобы закрыл ключи. Так, это вам. Это вам. Ой, пожемчугу тут теперь вкусно очень. Так, я закрыл серебряный ключ. И что вы мне тут предлагаете за конька по одному очку? Нет, я открою вам три новых земли, так и быть. Три новых владения откроем. Так. Подожди. Ооо, семь очков просто с куста. Это очень хорошая земля. А это два флажок. Что значит два флажка? Два за каждую фракцию в коалиции. А, нет. Два за каждую землю. Флажок это символ земли. А вот это... А, это один... Сейчас я вам расскажу, что это всё даёт. Да, я пока тут это... А, взять одного чего-то там. За каждые подводные владения ты ещё получишь по два очка. А вот это у нас... До вашего следующего хода все другие игроки должны брать верхнюю карту из колоды лордов для расширения своих альянсов. В конце игры эти подводные владения приносят три очка. А у меня вопрос. Да. А обязательно их вот её положить? Обязательно. Четвёртого. Слева направо, сверху у нас обязательно. Да, да. Не взялся, да. Нет. По порядку. Фечально. Два, четыре, пять, шесть, семь. Отдавай. Чё? Ну, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Подожди, не спеши. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ага. Ну, меня все пока. Забыли подвинуть. Да. Где это? Уже пошли. Поэтому не отдам. Ты взял? Всё, я хожу, да? Я же мчурный король. Пока что. А давайте. Ты опух? Походи. Ладно. Ты постоянно меня обманываешь. Я очень обескуражен вашим поступками. Обычно. За ноль. Ну да, его придется брать. Там ключи. И кирпичи. И кирпичи. Ключи. А это два лорда местами, да, поменять? Ну, да. Да, причем как только выкладываешь, да. Как только выкладываешь. Вот так. Ключи, кирпичи. Ну, ладно. Мало ли, может, там что-то красное еще красиво строить. Сроссель. Да что ж ты, Вова, делаешь? У него он альянс. Спотифириумов. О! Нет. Ну, они самые симпатичные. Фиолетовые. Синий похожи на жаб. Эти похожи на темных эльфов. Ну, эти самые симпатичные. Эти похожи на березя. Да, да, да. Ну, эти похожи на березя. Просто синий. Да, вот эти жабы. Эти жабы. А эти прям на темных эльфов. А это крабы. А эти на темных эльфов, похоже. Ну, да, кстати, есть такая тема. Ладно. Мне, кстати, надо хоть одного фиолетового, чтобы максимально завода получить. Вот так выложу. Это вам на выбор. Ну, ты жууу. Да что я жуу? Ну, ты жууу. Не тот ключ взял. Жук-жук. Жик-жик. Ну, конечно же, вот так. Мне нужно вырываться по жемчужинам. Теперь вот это переходит сюда. И у меня девять. Хорошо, возьми. Этого. Чего взять там? Ну, ты все-таки нехороший человек. Это там что берется? Красного дать. А, берется еще одна земля, да? Нет. Вот это. Вот это что? До конца вашего следующего хода каждый игрок должен брать верхнюю карту, одну из колод и лордов, и играть только ее. А, да замечательно. Да-да-да-да-да. Хотите? Как назвать этого человека? Вот теперь бери одну, либо вот этого полезного редиску. Редиска. Не, он мне, кстати, будет полезный, потому что я смогу альянс переформировать. Ну, да-да. Ну, либо, видишь, тут уже начинается, либо я могу рискнуть, либо стать красного. Но я очень сомневаюсь, что там красный. Поэтому давай, мы берем вот так и меняем их местами. То есть ты мне не оставаешь выбора. Вот у тебя красный. Спасибо. Вот у меня могу двух поменять, правильно. А, нет смысла. И там, нет смысла, ключа положить сюда, и потом появится ключ. Он же будет сейчас вот так. Пусть сам решает. Альянс не разрушится. Он все равно будет соединенный. Ну, это так. Нет, не хочу. Все, ты уже до конца вашего... Подожди, сейчас. До конца вашего следующего хода. Нет, до вашего следующего хода. Все другие игроки, то есть он сам берет нормально. А, я беру нормально. Доченько. Жулье вообще. Жулье валя. Жульен. Жульен просто. Да нет, пока нормально. Так, тут у меня троечка максимально. Мало. Четверки, четверки. Нужно шестерки, короче, в альянс. Мало, 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 мало. А где я хочу еще? О, отлично. Ничего отличного. Мне нравится. Ну, разве что... Да, я могу, в принципе. А что подводные владения? Два за каждую землю, да? Да. И за коньков, горбунков, которых я мало. Угу. Ну, ты можешь оттуда взять три штуки и выбросить, что хочешь. А если не повезет? Не, я буду наверняка действовать вот так. Оп. Поймал ключ. Ага. Это сюда, кстати. Ключ ты могуч. Давай, по два очка за каждую землю. Тынц. Ну, я, естественно, беру вот этого. У меня теперь 10 земчужек. И альянс. Да ты просто бог жемчужек. И альянс расширили. Ты не появитель, ты бог жемчуга. Бог жемчужек. Бог жемчужек. Любитель женщин. О, у меня лучший лорд нашелся. Замечательно. Мне вот эти два цвета нужно обязательно. А у меня тоже. Да нолик же педалучишь, нормально. Не, не, не. Надо разношерстных тоже собирать. Да, надо. Что тут у нас? Ой, ебаный. Беру три. Ну, такой сим. Да серьезно? Да ну нафиг. А у меня выбор прям был. Все зеленые. А у меня прям выбор там появляется вот этот. Ну ладно. Ну что, у меня выбора нет. Естественно, брать вот эти. Ну и ускорять конец игры, чего мне не очень хочется. Так. Так. И так. У меня еще плюс 4 жемчужины. Да все, тебя уже никто не догонит. Что ты там взял? Землю? Дверь серебряных, да. Ой. Кто может? Что ты взял? Скажи нам. Максимально по фиолетовому. Максимально по фиолетовому. Так, беру три. Ну там у меня что-то не максую. Так, у меня трех. Трехшечка. Да е-мое. Опять не то, что надо. Ага. Давайте, что. Так, мне нужно урвать фиолетового. Добери. Зеленых шесть. Фууу. И должен открыть лорда. Шестерку достал. Опа. Заканчиваем? Нееет. Да заканчиваем. Не надо, Денис. ты сейчас закончишь ты соберешь хороших колец да ты выиграешь из да да вот я я поэтому закон у нас по ходу еще по 1 у него за самую большую не вот самая большая так что нет смысла садами смысл мне тут да у меня и так одна только коалиция принесет самая большая тут что-то можно поменять но о чем не менять не менять нечего поэтому вот так все у нас по одному ходу один ход у меня уже не будет ходом только у вас и открывай мне лорда так ну кстати землю могу да гарантированную взять нехорошую максимум по этим по кувшинкам у меня шестерка ну да да очевидно будем делать вот так и кстати у меня из четырех собралась уже из пяти да это отличный ход вещь до 5 зелененьких у меня выстроилась я все на этих упор делал в итоге собрал 5 зеленых ну что конец игры давайте посчитаем очки начиная с меня тогда наверно давай поехали давайте прям по правилам вот так сейчас пробежимся первое лорды в вашем альянсе 6 6 1 13 плюс 2 15 плюс 6 15 плюс 6 21 21 коалиции вот у меня коалиция из пяти зеленых это на 3 15 21 плюс 15 36 жду на хранителя жемчуг у меня нет подводные владения так 36 вот это еще мне дает шестерку 42 42 вот здесь по 2 за каждую землю это 6 48 48 и плюс 75 55 55 все считаем дениса теперь меня поехали у меня 4 8 12 14 14 17 17 17 теперь владения подводные 5 22 22 за коалицию 1 2 3 4 5 плюс 15 37 37 37 за вот это 37 плюс 5 42 и у меня у меня 42 у тебя 55 по землям ну давайте 2 6 9 15 15 владения по владения максимум по 17 максимум по этой 3 20 23 коалиция а коалиция а 1 2 3 9 32 32 ну я последний день ставить поздравляю с победой вова вы как обычно начинаете и выигрывать но не в этот раз ну чё вот такая игра такие вот морские гады такие морские гады ну мое мнение игра конечно на любителя на любителя она абстрактная то есть сюжета в ней я не вижу ну ну по всей видимости да ты когда видишь коробочку такие тут какие-то интересные морские личности что-то лавкрафтов щеной отдает ждешь чего-то большего но на деле эта игра такой абстракт на составление сетов наборов из карт вот вы видели ее игровой процесс собственно говоря думаете решайте сами нужна она вам или нет но своей категории за свою цену я думаю оправданная покупка 424 все такой небольшой филлер 4 то есть на шестерых они не а на шестерых какие-то стол не на стол до игровой процесс я думаю на четверых раз был зал сняли формальные не на четверых она более вот с денисом вдвоем пробовали нам не на двоих она но мы сразу поняли что нам больше на байерку уже втроем лучше играется на раз повторно еще лучше потому что вообще не может ни на что рассчитывать ну да строить трактики тебе приходится реагировать на то что сделал у тебя сосед заход до тебя не ну бруно катал в принципе молодец шарля шевалер я не знаю то есть и именно ну для такого для такой легкой игры сделаны неплохо арты красивые я думаю он ее за вечерочек придумал может за два максимум она математичная в ней вот чувствуется что ну автор да подходил с таким математическим ошибка была я начал пароваться дальше жемчужины но там там просто других выборов не было здесь не нужно так много жемчужин они ничего не решают это нужно если ты отхватишь землю которая за жемчужины тебе дает вот отхватил бы я такой не но не отхватил потому что если ты упарываешься жемчужины тебе уже ключи некогда собирать ну тут я помню да у меня была вот такая земля вот скажу так что восторга она у меня не вызывает но сел бы я еще раз не повторяю когда сел бы потому что она легкая очень быстрой партии то есть как вот между какими-то серьезными нормально может сеть единственный минус который я вижу это много места не нужно действительно в четвером я вообще не представляю не ну вот тут четвертая пирамида в принципе поместится на уголке ну такая под углом ну либо вот здесь если бы у нас оборудования не было здесь бы сел четвертый игрок вполне поместился ну двое друг напротив друга да 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 ну в общем наше мнение вы слышали вот с вами были канал твой игровой Денис, Володя и Филипп до новых встреч пока пока Денис, Володя и Филипп здесь все с вами Вовка с вами Филипп его никто не звал он как-то сам из подвала сбежал жемчуг спрятал хитрый денчик Вова хрени дичь творил поскорей игру закончишь снова Фил всех надурил как в подводном царстве утром собирается сенат если не отдашь ключи касатик на тебя есть компромат запустить клешни в парламент и в Госдуму был бы рад только мокрый твой пергамент рак за руку Вову цап а а а а а а а а